Проблема холода в помещениях в связи с отключением отопления беспокоит берчан уже несколько дней. По отзывам горожан, в первую очередь от этого страдают дети. Подробности в сюжете моих коллег. Дети зачастую подвижны и энергичны. Это позволяет им не чувствовать холода. Но сейчас маленькие берчане жалуются, что им дискомфортно при низкой температуре воздуха в помещениях. Холодно. Сегодня мы в хофтах ходили, когда проснулись, было холодно дома. В школе тепло, потому что мы на переменах бегаем. По мнению многих бердских мам, особенно тех, у кого маленькие дети, дискомфорт, связанный с холодом, это не основная проблема. Горожан беспокоит то, что детишки начинают болеть. Мы ходим на массаж с ребенком. Там поставили кондиционер, чтобы ребенок не замерзал, потому что приходится его полностью раздевать. Вообще везде прохладно. Кому в гости не зайдешь, у всех прохладно. Очень некомфортно. Ребенок заболел. Холодо дома. В детских дошкольных учреждениях сейчас сезон выпускных утренников. Работники детсадов говорят, что стараются как-то решить проблему. Включают теплый пол, ставят обогреватели. Но все эти меры не решают вопрос полностью. В целом из-за прохлады в помещениях заболеваемость детей повысилась. Детям холодно, это ненормально, я считаю. Потому что если без полов, это очень дети замерзают, одетые ложатся спать, это, конечно, нет. Я считаю, что, наверное, должны как-то включать, чтобы маленькие дети не замерзали. Потому что это, ну вот я как хожу, но вообще холодно. Детям они одеты и ходят ложатся спать в одежде. Ребенку некомфортно. Холодно. На улице холодно. В группах холодно. Дома холодно. Но сами-то болеем не то, что дети, а детям, конечно, холодно. Дети болеют. 28 мая на аппаратном совещании в городской администрации затрагивался вопрос о температуре воздуха в помещениях медицинских и детских учреждений. Глава города пообещал уделить особое внимание этой проблеме. Мы все-таки посмотрели на прогноз погоды, ну вместе сразу после аппаратного совещания, и решили сутки подождать. Но вот вроде погода выпрямляется, потому что локально мы включить не можем определенные учреждения. То есть нам придется тогда включать всех абонентов, которые будут на этой ветке. Соответственно, счета придут всем. Сегодня вот потепление началось, вот, и, в общем, я думаю, что проблема будет снята. Горожанам остается надеяться, что метеорологи не ошибаются в своем прогнозе, и тепло придет в Бердск серьез и надолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...